Ну что, друзья, всем привет! Вы на канале Акер Механик. Будь проклят тот день, когда я сел за баранку вот этого пылесоса, так бы сказал владелец, которому принадлежит эта фраза. Сегодня у меня для вас интересная новость. У нас собран мотор. Я, собственно, о нем уже рассказывал. Вся сборка завершена. Осталось только навесить на него оборудование. И, собственно, как говорится, готовь сани летом, а я готовлю сани зимой к очередному сезону. И ставить я его собирался весной. Но так совпало, что ставить я его буду сейчас. Поэтому я вам сегодня про это подробненько расскажу. Почему я решил это делать сейчас? Потому что я сейчас не попал, а пришел к тому, что нужно ремонтировать мой контрактный мотор, который я купил два года назад. Вот. Возможно, серьезно, а возможно, не очень серьезно. Но факт, что его нужно вскрывать. И посему, так как его нужно вскрывать, я этого делать не хочу. Все нормально, но есть небольшая проблемка. В общем, смотрите, делайте выводы. А я сейчас буду разбирать свой автомобиль. И позже мы с вами выясним, в чем тут, собственно, главная причина. Ну, и будем ставить новый усиленный мотор и готовиться к летнему сезону. Погнали! Итак, проблема у нас заключается в следующем. Вот, видите, заводим холодный мотор. Минус 6,5 на улице. Машина завелась с полпинка. Она холодная. Но есть вот такой звук. То есть, троящий выхлоп в какой-то цилиндр делает пропуски. На приборной панели у нас отсутствует какая-либо индикация об ошибках. То есть, чек-инжен и так далее. Что мы делаем в таких случаях в первую очередь? Естественно, мы подключаем диагностический сканер. Самое интересное, что если вы откроете капот, то услышите, что двигатель работает ровно. Никаких потряхиваний, никакой детонации, ничего нет. Никаких посторонних звуков тоже в работе двигателя не отмечено. То есть, все буквально шелестит. Что на прогретом моторе, что на холодном. Но выхлоп вы сами слышали. Выхлоп как у V8. Но второго мотора у меня под капотом нету, как и в багажнике, ребят. Так что, что мы в первом делом делаем? Когда двигатель вышел на холостые обороты, мы проверяем вот данный узел. В данном случае у нас система ВКГ. Рабочая ли она? Открываем крышку маслозаливной горловины. И видим, что в работе мотора происходит сбой. Это нормально. Когда клапан ВКГ рабочий. Открываем щупку. Тоже двигатель начинает колбасить. Значит, все нормально. Следующий этап. Проверяем свечи с катушками. Я проверил, посмотрел. Свечи с катушками в идеальном состоянии. Не просто в хорошем, а в идеальном. Хорошо. Поставил другие катушки, другие свечи. Ничего не изменилось. Подключаем диагностический сканер. Смотрим, что у нас реально творится с электроникой. Как чувствуют себя датчики детонации и так далее. Выбираем Volkswagen. Подгружаемся. Идет связь. Выбираем принудительно у нас электронику двигателя, чтобы не делать какое-то там непонятное тестирование, сканирование и так далее. Это нам все не нужно. Нам нужен чисто двигатель. Читаем коды неисправности. Кодов неисправности нет. Где наша проблема? Теперь входим у нас в поток данных и смотрим реально. Число пропусков воспламенения. И также рекомендую всегда смотреть долгосрочную коррекцию. Вот. Долговременная адаптация смеси образования. Что мы видим? Масло в норме. Давление в топливной рейке в норме. А вот пропуски по второму цилиндру идут. Все остальные пропуски не изменились. Вот будем копать в этом направлении. Самое интересное, что я вот еду, передвигаюсь. Уже проехал порядка 100 километров. И не вываливается никакой чек-энжин и так далее. Все было отлично. То есть никаких ошибок. Никаких отклонений по коррекции топливом и так далее. То есть я ошибки даже не беру. Просто показания работы двигателя были в норме. Но троение есть. Поэтому автомобиль лучше помыть. Смыть различную химию и так далее. Чтобы автомобиль был чистенький. И так же чистенько можно было, так сказать, работать под капотом. У нас два пути. И самое главное, исключить механическую неисправность. То есть сейчас мы снимаем все свечи. Отключаем предохранителем работу топливного насоса. И начинаем мерить компрессию. Если с компрессией все хорошо, тогда это проще. Это либо у нас где-то моросит проводка. Либо есть еще пару моментов, которые могут быть. Самый плохой из них, это уже не до конца убитый, но все-таки подуставший задний сальник коленвала. Выкрутил свечи, ребят. Первый цилиндр в нормальном состоянии. Второй цилиндр в отличном состоянии. Ну и этот тоже в нормальном состоянии. Всем нормально. Третий нормальный. Четвертый нормальный. Скидываем предохранитель. Меряем компрессию. Двенадцать килограмм. Дальше шести килограмм не набивает. То есть это однозначно либо что-то с кольцами, либо с поршнем. Первый цилиндр 12 килограмм. Второй цилиндр 6. Третий 12. Четвертый 12. По-любому вскрытие и будем смотреть. Ну что, народ, потихонечку разбираю. Он, видите, уже подраскидался. Снял всю обвязку. Вот, сейчас буду снимать передний бампер, чтобы слить антифриз. Все качественно. Слить масло. Дал последний шанс мотору. Выставил верхнюю мертвую точку. Вот, проверил цепь. И думал, мало ли, цепь перескочили. Из-за этого может быть неправильная работа клапанов. Нет. Все идеально. Вытяжки цепи никакой нет. Поэтому проверил окошко. Все работает идеально. Поэтому сейчас солью антифриз. Первым делом сниму крышку. Посмотрю там, в каком состоянии валы. Вы это все тоже, естественно, увидите. Но я думаю, что там все в идеале. Я думаю, что проблема со вторым поршнем второго цилиндра. Потому что как только первый запуск этого двигателя был. И при тесте он сразу же выдавал, скажем так, небольшие откаты по второму цилиндру. То есть постоянно именно второй цилиндр были откаты. Будем смотреть. Потихоньку продолжаем разбирать. Поставил демпферок. Все отлично. Как говорится, работаем по мануалу. Сейчас верхнюю крышечку. Небольшую обвязку. Тут уже колпаночки подготовлены, помыты. Еще раз повторю. Всегда все делайте по Эльзе. Где все отлично написано. Где, каким моментом, что обтягивать. И тогда сборка превратится в увлекательнейший процесс. Ну, естественно, если у вас есть подходящий инструмент для этого. Так, ну что, вот так вот протекает процесс разборки. Снял кулек, снял радиатор кондиционера. Радиатор охлаждения двигателя, он вместе с телевизором полностью снимется. И у нас голенький мотор между лонжеронов будет виден, как на ладони. Спокойненько снимем все лишнее навесное. Будем ваять, так сказать. Вот так вот происходят будни веселые. Лично мне нравится. А вам? Ну, смотрите, оставайтесь на связи. Спасибо. 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 Спасибо.